За час до начала заседания стало известно, от Амбаева в суд не повезут. Судебная коллегия сама приехала к нему в здание Госкомитета нацбезопасности. Рассмотрение жалобы адвоката по мере пресечения сделали закрытым. Настолько закрытым, что не попали на него даже ближайшие родственники. Сказали, что, конечно, к отцу не впустят, это было ожидаемо. Я так понял, они просто хотят убрать все остатки возможной гласности по этому делу, чтобы в четырех стенах принять необходимые для них решения по мере пресечения и дальнейшему процессу. Сторонники бывшего президента из числа депутатов пообещали позже обсудить законность такого решения на заседании парламента. Для чего нужен мандат депутата? Чтобы вот так вот отслеживать, насколько законный то ли другое мероприятие, тот или другой процесс. Сейчас, в данном случае, меня не допустили оследить, и этим нарушили права депутата. Больше всего у здания ГКНБ собралось журналистов. Сторонников бывшего президента было не больше 50 человек. Многие связывают это со страхом, особенно после интервью супруги Алмазбека Тамбаева. Идет массовое гонение на соратников Алмазбека Шаршеновича, идет гонение на членов моей семьи, на наших детей, на самых близких родственников. Уже зверски был избит старший сын Алмазбека Шаршеновича, Сейдбек Атамбаев. Сейчас его таскают каждый день в СНБ на допросы. Каждый день. Он в гипсе и на костылях. Поймите его состояние. Два уголовных дела уже открыты на близкого племянника нашей семьи, Алмазбека Шаршеновича. После задержания мужа Раиса Атамбаева не исключает, что будет опечатан их дом в селе Койташ. Как уверяет супруга экс-президента, это единственное жилье, которое осталось у нее с сыном. Впервые она лично высказалась о действующем президенте Саранбае Женбекове и прокомментировала обвинение в свой адрес. 22 года он ходил рядом с нами, рядом с Алмазом Шаршеновичем, неоднократно и сам, и с семьей был у нас дома. Говорил теплые слова, говорил о преданности и дружбе, но я понимаю, что это теперь все растоптано. Сейчас только я узнала, что в деле Арабаева уже на меня открываются уголовные дела сегодняшнего дня. Я единственное хочу сказать, что я никогда не вмешивалась в дела судей. Тем временем Генпрокуратура разослала сообщение со списком арестованного имущества семьи Атамбаевых. По официальным данным, у бывшего президента расчетные счета в 25 банках. Только лично ему принадлежат 5 автомобилей, 7 земельных участков, оздоровительный центр, жилой дом и пастбище. За супругой числятся автомашины, квартира и дом в Бишкеке. Арестовано также имущество ОАО «Кргызавтомаш», многоквартирный дом в микрорайоне Джал, 18 квартир в Джале и 3 квартиры в домах по улице Ибраимова, 39 нежилых помещений по улице Матросова, 7 земельных участков по той же улице, торговый центр, магазин, офис, железная дорога и резервуар на улице Матросова, 18 цехов и 9 складов на этой же улице. Также наложен арест на имущество ОАО «Медиафорум». После обеда стало известно решение суда. Атамбаев остается в СИЗОГО КНБ до 26 августа. Адвокат бывшего президента уверен, что нарушен ряд норм закона. Судебная коллегия свою позицию не разъяснила. Напомню, 7-8 августа в селе Койташ Чуйской области Кыргызстана по официальным заявлениям проходили мероприятия по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос. Дважды спецслужбы штурмовали дом бывшего президента. 8 августа Атамбаев сдался властям и был доставлен в Госкомитет нацбезопасности. На сегодняшний день ему вручено 14 уведомлений о подозрении в преступлениях. По четырем из них уже предъявлены обвинения.